С самого начала создания вашей группы, но тем не менее, мы знаем о вас очень мало, вас по телевизору показывают очень редко и вообще в прессе о вас очень мало информации. Поэтому не могли бы вы немного восполнить этот пробел? Расскажите, пожалуйста, о том, где вы начинали, как создалась ваша группа, есть ли у вас музыкальное образование, ну, просто о себе побольше. Ну, нас показывают мало практически из-за того, что мы очень такая группа, можно сказать, скандальная. Многие стремаются на некоторые передачи, например, такие, как «Акола пера», я сам не видел, зачем идти туда позориться. Во-первых, во-вторых, я лишний раз не хочу показывать свой фейс, потому что мне от этого легче живется. Я хожу спокойно, гуляю, где хочу, меня никто не знает, это прекрасно. Тем более, от этого я ничего не теряю. Вот. Группа образовалась в 87-м году при Воронинском рок-клубе. Вот. И так мы и существовали, чисто по местному масштабу. После того, как выпустились наши два, то есть третий, четвертый альбом «Зловещий мельцы» и «Дреновош», у которых качество было более-менее нормальное, и оно попало в Москву, пошло на раскрутку, то мы сразу же по раскупаемости стали на первом месте. Вот. И с тех пор мы стали просто популярными, уже с Москвы приехали за нами люди, и уже просто в наглую за шкибор взяли, поехали, ты выходишь, заработаешь денег, что-то. А я в это время работал игровщиком. Просто приехали, забрали. Вот. Такая была карьера. Я никогда не стремился ни к чему, не пробивался, и просто как-то все получилось само по себе. Так что насчет этого у меня как-то проблем не было. Вот. Образовался на 87-м году, как я уже сказал, и до 90-го года, вот в 90-м году нас только узнали, но с первым мы стали кастролировать по стране и автоматически записывать очередные альбомы. На данный момент у нас уже 11 альбомов, 13 компакт-дисков, 2 винила, ну, вроде бы и все. Да, у меня среднее образование школьное, и все, я не заканчивал ничего, я ни нотки знаю, ничего. И это, с другой стороны, по-моему, даже лучше, чем если бы я что-то закончил. Иначе бы я такую простую и легко доходящую до народа музыку не сочинял бы. Потому что я сложнее просто не в состоянии сочинить. А если бы я был слишком такой подкованный по музыке, то, мне кажется, музыка была бы намного сложнее. Ударилось кто-нибудь в джаз бы и все. Это очень такая узконаправленная музыка. И вообще, насчет джаза, я хочу сказать, что это, мне кажется, личное мнение, что это музыка для самих музыкантов. Потому что я сколько знаю, джаз любят только сами музыканты, потому что свобода импровизации, им прикал, это... Слушатели. Да, слушатели буквально на 1%. И то те, наверное, кто когда-то учился в музыкальной школе. Это лично мое мнение. Вообще. Скажите, пожалуйста, испытывали ли когда-нибудь вы очень сильное давление со стороны цензуры? Запрещали ли ваши песни? Да, и испытываем до сих пор. Потому что по радио, по телевидению нас в основном, особенно клипы, в основном не пускают. Из-за того, что они не знают, какая песня хорошая-плохая, они, как правило, вообще сектора не слышали, они только понаслышке. И ассоциируют группу с грязными, вонючими носками. Как у нас есть такая песня в ранней молодости, да. Вот. И поэтому они даже не представляют. И вот во всех радиостанциях, куда мы приезжаем, ставим музыку, там диск, проект, танец, начинают слушать песни. И говорят, ну, песни нормальные такие, да переписать, то есть они практически не слушают. Вот из-за этого все и проблемы. Скажите, пожалуйста, изменялся ли состав группы со времени ее образования? Да, конечно, он изменился почти что на сто процентов, кроме... Да, на сто процентов. Вначале было два человека, они были тоже не музыканты, типа, ну, дворовые, так мы как пацаны собрались. Один барабанчик, который с горя пополам стучал, потом басист пришел тоже. Он в последний раз играл в школе. Вот. И в рок-клубе, когда мы играли, я просто в основном приглашал гитаристов в другую группу. Ну, попрошу, там, пару раз репетнем, там, тем более, песни были очень простые, там, особо изучать ничего не надо. Вот так все и было. А потом, когда уже нас пригласили выступать, я набрал в Воронеже профессиональных музыкантов, почти у всех, музыкальное образование. Все играли в таких престижных, по тем временам, в воронежских группах. Вот. И стали гастролировать. Ну, со временем кто-то уходил, кто-то спивался, кто-то там был недоволен зарплатой, потому что по тем временам у нас бывший директор забирал 50%, остальное мы делили, и было, конечно, очень невыгодно даже работать. Кто-то бизнес ударился. Ну, а сейчас состав уже года четыре держится, и дай бог так она и будет. Уже полная сыгранность, и самое, что замечательно, что музыкант, как музыкант, как человек, все вместе у каждого совместилось. Что очень редко. Как правило, бывает, если хороший музыкант, то плохой человек, или наоборот. А сейчас полный комфорт. Скажите, пожалуйста, вот ваши стихи отличаются таким большим остроумием. Вы как, с детства пишете стихи, или же у вас это проснулось уже после того, как вы создали группу? Ну, сразу все не бывает. Я первое стихотворение сочинил где-то в классе, наверное, третьем. Потом про весну что-то такое. Потом до армии на гитаре научился играть, и вот что-то пытался сделать. Ну, песни были примитивные, про любовь всякая мелочь. А потом опять это затерлось. Потом, когда я пришел с армии, работал в заводе и ни о чем не думал. И когда открылся рок-клуб, я посмотрел на самодетельные группы. Мне не нравилась их беднота в темах. Это что-то о мире пели, помнят, о любви, ну, о чем-то таком непонятном. И я решил тряхнуть стариной и попробовать что-то сделать, сочинить. Но уже опыт остался, и у меня стало почему-то получаться очень хорошо. Это всем понравилось, и вот так и пошло. Расскажите, пожалуйста, о своих музыкальных кумирах. Ну, я был рокером с детства, можно сказать, с первого класса. Благодаря моим старшим братьям, которые на 10 лет старше меня, они слушали по тем временам Rolling Stones, Beatles, Creedence, Slade. Вот, и я слушал их записи. Так выехал в этот рок, что до сих пор я из него выехать уже не могу. Это уже у меня в крови. Так что я патологически люблю рок и никогда не полюблю, мне кажется, другую музыку. А как вы охарактеризуете стиль своей группы? Ну, наш стиль очень трудно охарактеризовать, хотя конкретно, если назвать, то можно назвать его Fusion. Это сплав всех стилей. Спасибо большое. Ну, продолжение, да, разговор? Ну, в основном мне нравилась заводная музыка, а ритмичная. Почему мне до сих пор, вот сейчас я въехал в тяжелый рэп, потому что там четкая ритмика и плюс рокерские гитары. Вот. Раньше мне ломал почему-то Deep Purple, Beatles. Мне вообще Beatles очень трудно назвать роком, за исключением некоторых вещей. Они больше были такие слащавые, похожие на баллады. Они и славились балладами. Ларед Би, вот эти дела. Вот. Это был не рок. Рок был, это Слейд, это Rolling Stones. Это был настоящий рок. И они до сих пор держатся. Элис Купер, Ози Осборн. Это мой кумир. Особенно мне нравится, что они сейчас старпёры, им по 50 с чем-то лет. И вот смотришь клипы, у них прет такая энергетика, от которой просто съезжает крыша. И на которых надо равняться. Я надеюсь, когда мне будет, дай бог, если я доживу 50 и выше, я надеюсь, что с такой же энергией буду бахать такую же заводную рокерскую музыку. Вообще,